В холле кинотеатра задолго до сеанса начала собираться публика. Ажиотаж вызвала премьера фильма «Дикая лига» о зарождении футбола в России. На фотосессию со зрителями вышел Дмитрий Назаров. Народный артист сыграл в картине одну из главных ролей и приехал на эксклюзивный показ, чтобы представить фильм. Я думал о других вехах нашего футбола. Победе на чемпионате Европы, о победах на Олимпийских играх. Вот это были вехи, вот это были страницы, которые начались вот здесь, с этого фильма. Когда кулачные бои каким-то образом усилиями вот этого человека, не меня, моего персонажа Балашова, превратились в эту азартнейшую игру с кожаным пузырем, как я его называю. В основу сюжета легла реальная история начала 20 века. Молодой бурлак с Волги уезжает в Москву, чтобы начать новую жизнь. Там парня замечает англичанин, владелец футбольного клуба, и предлагает попробовать свои силы в команде. Иностранные игроки новичка не приняли, тогда он и решил собрать первую российскую народную команду. Посмотреть кино о своих предшественниках приехали футболисты клуба «Химки» вместе со своим тренером. Всегда приятно, когда снимают фильмы о футболе, о личностях, а когда это еще и проникнуто сложной судьбой, и историей становления и рождения футбола в России. Всегда приятно. Мы футболисты, тренеры, мы не только в футбол играем, не только мяч головой бьем и ногами. Иногда развиваем свой культурный уровень, и для этого мы сегодня всем ребятам сказали, чтобы пришли, поддержали, посмотрели. Думаю, мы в очень большом прискушении посмотреть фильм. Мы уже все трейлеры обсмотрелись, очень интересно, я думаю, будет. Так что, я думаю, можно расслабиться и насладиться фильмом. Интересно посмотреть на своих, так скажем, соплеменников, как они тоже сыграли, как это вообще на большом экране выглядит. Так что, очень интересно. В этой картине мир кино слился в единое целое с миром спортивным. Наравне с именитыми актерами Владимиром Яглычем, Иваном Охлобыстиным, Олесей Судзиловской, в фильме снялись футболисты из сборной России – Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Роман Зобнин. В широкий прокат «Дикая лига» выйдет 24 октября.